Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим партию в исполнении легендарного Давида Бронштейна, участника матча на первенство мира 1951 года. В этой партии его противником был Гёста Штольц, который играл белыми и начал игру ходом королевской пешки. Бронштейн отвечает c5, сицилианская защита, белый развивает фигуру, черный поступает таким же образом и c3. Белый намерены построить мощный пешечный центр, черный могли ходом d5 перейти в классический вариант Алапина, и как правило в таких позициях белые идут на изоляцию центральной пешки. Но вот Давид Бронштейн переходит в позицию характерную для французской защиты, он играет e6, и после ответного d4 также устанавливает свою пешку в центре. Белый запирает центр, на доске сформировались пешечные цепи, и в таких ситуациях черный, как правило, нападает на пешку d4 и организует игру на ферзьовом фланге, в частности по линии c. Итак, ход ферзь b6, давят черный на пункт d4, а также на пешку b2. Белым нужно что-то с этим делать. Лучшим решением здесь является продолжение a3 с идеей в дальнейшем пойти b4 и избавиться от забот о пешке b2, и затем развить своего чернопольного слона. Но вот Штольц применяет сомнительный ход, он разменивается на поле c5, тем самым сдает, во-первых, центр, а во-вторых, позволяет черным с темпом нападать на вражеские пешки и таким образом получить серьезный перевес в развитии. Белым приходится защищать пешку на поле f2, они сыграли ферзь c2. Теперь черный нападает на пешку e5, которая оторвалась от базы, и ее приходится защищать только фигурами. Если здесь белые сыграли слон f4, тогда будет ход конь e7, и затем черный планирует ход конь g6 с нападением на слона и на пешку e5. Возможно, лучшим вариантом за белых был ход b4, хотя и в этой ситуации после отступления слона у белых образуются две слабые пешки на e5, а также отсталая пешка на поле c3. Но, по крайней мере, белые могли сыграть здесь слон b5, связать вражеского коня и таким образом косвенно защищать пешку на e5 и подготовить рокировку в короткую сторону. Ход f2, который исполнил в партии, штольц является неудачным. Белые закрывают своего белопольного слона. Да, белые хотели пешку на поле e5 защитить. Но теперь черные развивают фигуру, готовят рокировку. Белый играет в слон e3. Происходит размен чернопольных слонов. Черный с темпом нападает на ферзя. После отступления ферзя делает рокировку в короткую сторону. И мы видим, какой колоссальный перевез в развитии получил Давид Бронштейн. Дальше белые сыграли коня a3. С идеей пойти к b5 и поставить коня на блокадное поле d4 по Вильгельму Стееницу. Либо, если черные сыграет a6, не пуская коня на b5, тогда белые могут сыграть конь c2 и все равно перевести коня на поле d4. Но вот Давид Бронштейн пользуется тем обстоятельством, что белый король застрял в центре и начинает вскрытие линии f. Конь b5, белый нападает на ферзя, ферзь отступает. Происходит размен на поле f6. Теперь белые пытаются как-то раскрутить свой королевский фланг. Вводят ферзя в сторону для того, чтобы вывести белопольного слона. Черный нападает на коня, конь отступает на поле d4. И Бронштейн принимает решение перейти в окончание. Меняется на поле d4 и на взятие пешкой меняет еще и ферзей. На первый взгляд может показаться, что белые получили преимущество, поскольку у черных классический французский слон, который ограничен собственными пешками. При этом белопольный слон белых выглядит явно лучше. Но дело не в этом, а дело в том, что у белых образовалась слабая пешка на поле d4, которая является изолированной. Эту пешку по сути защищает только конь. Но и в дальнейшем белый планирует устранить этого защитника, сыграть слон d7, осуществить маневр лабурдона, перевести слона на поле h5 и затем при случае пробить на поле f3. Итак, слон d7, белый развивает слона. Черный играет здесь слон e8. И на продолжение король e3 отвечает слон h5. Угрожает удар на поле f3, спорчивает пешечную структуру и последующим ходом ладья f8. Поэтому белые смирились с тем, что им придется здесь сыграть конь e5. Ну и после размена на поле e5 выясняется, что у черных есть мощный тычок d4, отвлекая короля от защиты пункта f2. Но если король здесь отступит на d2, тогда черный с эффектом внедряется в обжорный ряд и начинает собирать здесь урожай. В партии же последовал ход король d4. Ну и как мы понимаем, белый король отправляется в роковое для себя путешествие. Итак, черный пробили на поле f2. Последовал ход слон d3. Белый таким образом защищает на g2 и нападает на b7. Теперь шаг. Король отступает на c5. Черный забирает пешку на b2. Следует продолжение ладья b1. Белый пытается поменять фигуры и тем самым облегчить себе оборону. Но не тут-то было. Бронштейн дает шаг белому королю. Если король отступает на d4, тогда будет еще один шаг на отступление короля на e3. Еще шаг с поля e2. Приходится королю сторожить слона. Если идти на d4, тогда ладья d8 и теряется слон. Поэтому придется королю пойти на f4. Но теперь шаг с другой стороны. Ладья f8. Ну и для того, чтобы отыграть фигуру, нужно идти королем на g5. Если отступать на g3, тогда просто черный выигрывает фигуру. А на король g5 они получают красивый мат. Ладья e4. И на король h5 мат с поля f5. Такой вот красивый вариант мог получиться. Но Штольц пошел своим королем на поле d6. Но после ответного ладья d2 все-таки признал себя побежденным. Поскольку непонятно, что делать. Если королем забирать пешку, тогда следует слон g4 шаг. На перекрытие слоном будет мат ладья e8. Ну а если король отступает на поле e7, тогда будет мат с поля d7. Итак, в этой партии соперники с перестановкой ходов разыграли закрытые варианты французской защиты. Которые еще называют вариантом Немцовича. Белые приняли ошибочное решение. Сдав центр и образовал в своей позиции слабые пешки на полях e5 и f2. Вынужденные защищать эти слабости, они потеряли кучу времени. Черные получили колоссальный перевес в развитии. Затем, воспользовавшись тем обстоятельством, что белый король находится в центре, вскрыли для себя линию f. Ну и в последующем перешли даже в выгодное окончание. После размена на поле d4 поменялись на поле d2. И устранили защитника. Ну, точнее, попытались устранить защитника слабой пешки на поле d4. Применив маневр лабурдона. Слон d7. И затем белые сыграли здесь конь e5. Они не хотели мириться с порчей пешечной структурой. Там бы черные сыграли ладья f8. И собрали все пешки по линии f. Они сыграли конь e5. И попали белым королем под мощную атаку, которая решила исход партии в пользу черных. Если вам понравилась эта партия, подписывайтесь на обновление канала. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Пишите ваши комментарии, вопросы, пожелания. Ну и до скорых встреч.